О, а нет, это твое, да? У него рабочее разрешение. Не все так важно. Расслабься. Так, все собрались. Доброе утро и добрый день. Мы начинаем. Кто-то. Я встану. Микрофоны работают? Работают. Меня зовут Соколов Алексей Евгеньевич. Я начальник отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Здесь я руководитель вот этого проекта. И, собственно, от имени своей команды и министерства приветствия собравшихся всех здесь на мероприятии, которое называется Уральский молодежный энергетический форум. Я несколько названий еще назову. Да. Я очень рад, что мы здесь сегодня собрались. Несмотря на всякие препятствия, у каждого были свои. Я считаю, что это будет наш праздник, затянувшийся на неделю. Такой загул интеллектуальный. И надо, чтобы это было праздником. Но это зависит от нас самих. Еще несколько названий есть, которые надо сразу, скажем, обозначить, чтобы мы ими могли пользоваться. Я посмотрел вот этот документ, который ребята создали. Вот Оля, наверное, делала его ночью. Посмотрел и понял, что кроме опечатки в слое деятельностной игры, все остальное написано, мне кажется, очень здорово и продумано, внимательно. Поэтому предлагаю ему вот это вот почитать. Второе название, которое я бы хотел здесь обозначить и ввести. Вот это мероприятие. Уральский молодежный энергетический форум будет проходить в формате организационной деятельностной игры. Я очень рад видеть вот Константина, еще одного Константина, еще ребят, которые были в прошлый раз, но многие из вас не были в такого рода мероприятиях наверняка. И это вам предстоит понять впервые, что это такое. Это форма коллективной мыслительной работы, создана нашим соотечественникам, на мой взгляд, выдающимся мыслителем, философом нашей страны, Георгием Петровичем Щедровицким. Первая такая организационная деятельностная игра была проведена в 1979 году. Кстати, как раз первая в мире, и она же стоялась на Урале у нас. Вот поэтому продолжать ли этой традиции, и не гоже нам ее сворачивать, несмотря ни на что. Мы будем ее продолжать, пока мы это делаем. Итак, организационная деятельностная игра. Мало что говорящее название для тех, кто не приобщен к этой культуре. Она не очень, скажем так, недостаточно распространена. Сегодня, я думаю, что перспектива у этой культурной и интеллектуальной традиции нашей страны большая. Что еще хочется сказать? Что мы со своей группой, мы назвали это небольшое общественное объединение или группу навигации. Это третье слово, которое, на мой взгляд, стоит вам запомнить. Это люди, которые прошли вот такие же события и стали продолжать это дело, стали сторонниками этой традиции. Кстати, портрет Георгия Петровича, может быть, можно было вывести. Да, Италия есть такой? Давайте еще сняемся этой личности. Хотя я думаю, что мы будем касаться ее в течение всей нашей работы. Это игра и этот форум, это интеллектуальная работа в рамках определенной темы. Но тема у нас непростая, скажем так, она сложносоставная. У нас есть постоянная тематическая рамка, и вы тоже это видели, называется серия этих игр или форумов энергетика.россия.человек. Энергетика, Россия, человек. То есть мы здесь каждый год собираемся и задумываемся, спорим, размышляем по вопросам судьбы нашей энергетики, поскольку большинство из присутствующих, как правило, энергетик или как-то к ней причастны. Также задумываемся о проблемах, судьбах, перспективах развития нашего региона, нашей страны, нашего общества. Я бы здесь позволил себе нарисовать одну первую пока такую схемку небольшую, которая как-то еще обозначила бы направленность вот этой вот сегодняшней нашей работы. Следующая определенность, которую нужно вести, это тема сегодняшнего форума. Мы назвали это энергетикоразвитие. Я не знаю, насколько очевидно, смысл передается названием, он, конечно, должен передаваться, но не всегда передается очевидно. В большей степени, чем предыдущие мероприятия, это мероприятие нами задумывалось как некая игра от себя, а может быть про себя и на себя. То есть более личностный компонент здесь присутствует, и у нас часто на наших мероприятиях присутствуют эксперты, очно или заочно, это, на мой взгляд, очень важно и интересно, потому что мы пытаемся найти людей, которым есть чего сказать, и мы пытаемся понять, что они несут, какие позиции они занимают и почему. Но одна особенность этой игры будет в том, что экспертами по поводу вас самих будете вы сами, а кто еще лучше вас знает. Есть одна схема, которую я предложил, по-моему, плохо пишет Петр Щедровицкий, сын Георгия Петровича. И эта традиция рисовать мысль идет, как говорят, от Декарта еще. Он говорил, мысль надо рисовать. В традиции Московского методологического кружка и в традиции вот таких организационно-деятельственных игр мы пытаемся обеспечить понимание друг друга, в том числе и рисуя, схематизируя свои мысли. Что такое человек? Каждый из нас человек, поэтому все знают. Есть разные представления. Вот мне нравится схемка, в которой предложено представлять человека, как некое существо, существующее в трех ипостасях. Это, скажем, материально-вещественное мир. Ну, человек – это животное. Со всеми физиологическими особенностями своими, но и со всеми признаками этого животного. Есть другая сфера, в которой существует человек. Это социум. С словами Маркса, человек – это единица в системе человечества, в общественной системе, в социальной системе. И мы себя проявляем и так, и так. Одновременно причем. И это разнородные наши представленности. Вот в этой интерпретации была представлена еще сфера, в которой существует человек. Человек – это сфера мышления. Что такое сфера мышления или ноосфера? Вообще не очень понятно. И мы к ней относимся или нет? Или временами бываем вот в этом состоянии? Или никогда не бываем? Или мы постоянно существуем? Мысль, как когита эргосум, да, мыслью, следовательно, существую. Наверное, это имеет место, такое пространство, как причастное, как пространство нашего существования. Но что это такое? Как себя проявляет здесь человек? Непонятно. Во всяком случае, в формате вот этих мероприятий мы пытаемся в основном существовать здесь. Но мы питаемся одновременно. Мы одновременно общаемся друг с другом. Но мы пытаемся, скажем так, проникнуть в эту сферу, существовать в этой сфере, не забывая, что мы одновременно вот и там, и там, и там. И вообще ведь понятно, что мы постоянно, мы, скажем, выполняем разные функции. И одновременно там и сын, и муж, и отец, и дедушка. Одновременно мы существуем в разных, опять же, должностях. Я предлагаю также отнестись к нашей триаде энергетика «Россия – человек». Это не таким образом, что мы разбиваемся сейчас на три кучки. Одни только энергетики, они говорят про энергетику и больше ни к чему касательства не имеют. Другие говорят, вот мы, скажем, люди, россияне, граждане страны, и у нас голова будет болеть только за Россию. А третьи говорят, что вот нас интересует человек, мы лично с его проявлением будем обсуждать эти вещи. На самом деле это же условное разделение. Хотя и принципиальные, и разнородные сферы, как и здесь, да, одновременно, тем не менее, мы и там, и там, и там. Поэтому я предлагаю вот понимать себя еще, как существующих здесь, одновременно в нескольких пространствах. Для чего? Мы понимаем, что одновременно мы проводим это мероприятие, мероприятие в основном, и так это изначально было нами задумано, случайно, может быть или нет. Но, на мой взгляд, довольно точно удалось мне и моим товарищам угадать направление движения. Это встреча с кадровым резервом отрасли энергетика, так это когда-то называлось. Мы предполагали, что, значит, на этих встречах человек происходит процесс, с ним проходит процесс самоопределения, понимания, вот кем я хочу стать, что я должен делать в жизни. И этот момент, на мой взгляд, важный. Он работает. И так уж сложилось, что на самом деле вот этот форум стал кузницей кадров. У нас сидят здесь люди, которые прошли после наших, скажем, мероприятий обучение по президентской программе, и мы каждый год подаем заявки, в том числе и вы поможете попасть вот в этот список, попасть в программу обучения по президентской программе управленческих кадров. И это позволит вам раскрыть перед собой многие возможности. Таким образом, это изначально была игра или работа с кадровым резервом. То есть каждый из вас здесь должен задумываться. Здесь предоставляется такая возможность и условие. Здесь задача на это построена, чтобы задуматься над своим жизненным путем, над своими задачами, над своими проблемами, над своим местом в жизни, в отрасли. Вот, на мой взгляд, такой минимальный набор каких-то общих сведений, которые надо сказать о том, что мы будем делать и что мы делаем постоянно. Теперь у нас культура коммуникации такая, что монолог – это не очень хорошо. А я уже сильно затянул с монологом. Поэтому, если у вас возникают вопросы, поднимайте руку, берите микрофон, задавайте это вопросом. Это уместно в наших рамках в любой момент, как только у вас возник вопрос. Другое дело, не надо перебивать и кричать одновременно или говорить одновременно друг к другу. Это не очень хорошо. А вот когда есть вопрос на понимании, и вы хотите его задать и чувствуете, что потом он уйдет, ситуация уйдет, не стесняйтесь, не теряйтесь, действуйте таким образом. Рука вверх, микрофон, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Пока нету, да? Но предложение принимается, я понимаю, вы его приняли, и, соответственно, в любой момент я готов отвечать на ваши вопросы. Следующий момент. Я бы сказал так. Серия игр наша, они не повторяют друг друга по принципу, разные люди собираются, даже если на одну тему будут говорить, все равно они будут говорить разные вещи, разные мысли, разные позиции. А мы еще пытаемся двигаться как-то логически, по какой-то логической лестнице, что ли, пытаясь осмыслить, перспективы развития энергетики и страны. И вот я обратил внимание на предыдущий форум, там мы говорили, нам надо попытаться расколдовать вот заколдованный круг развития. У нас было такое ощущение, что в стране нет развития, и что-то мешает, почему нет развития? Ведь все же есть, люди есть, мозги есть, деньги в стране есть, небедная страна. Почему нет развития? В чем сложность? И вопрос, чем больше мы в него погружались, тем более он казался сложным и серьезным. И эта тема будет продолжаться и в этот раз, но несколько в, скажем, я бы сказал так, в некотором логическом продолжении этого вопроса. Что должен делать я на своем месте, чтобы, скажем так, служить развитию, чтобы развитие рядом со мной, во мне происходило, если еще разобраться, что такое развитие. Вот, наверное, этот признак в первую очередь и заложен в названии игры энергетика развития. Скажем, где взять силы иногда для подвига или для кого-то просто поступка бросить курить. Бывает, нет у себя человека сил. А потом вдруг находятся силы, и человек меняет свою траекторию жизненную, меняет профессию, меняет многое чего в своей жизни в лучшую сторону, а иногда в худшую сторону. В худшую, как правило, происходит само по себе. С горы откатиться легко. А вот подняться на вершины, те, кто ходил в горы, знают, это непросто. Подняться на свои собственные вершины, свое развитие собственной личности, это, на мой взгляд, ну, я не хочу сказать, что не каждому дано. Вот мне не хочется так говорить, не каждому дано. Но часто говорят, ну, не каждому дано стать президентом страны. Лукашенко сказал недавно, что президентами рождаются. Не каждому дано. Так не каждому дано или каждому дано? Это непонятно. Я бы сейчас хотел предоставить слово одному из моих товарищей, с которыми мы вместе начинали и придумывали вот это мероприятие. Это бывший мой коллега по работе в Свердловэнерго, и даже когда-то молодой специалист в Свердловэнерго, вот на моих глазах как-то так прошло все. Сейчас заместитель генерального директора Росэнергоатома Борис Александрович Бокарев. С вами приветствуем. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Действительно, всего 20 лет назад я был молодым специалистом в Свердловэнерго, и работали мы с Алексеем Евгеньевичем вместе, при этом в Свердловэнерго пришли практически одновременно. одновременно. Я буквально, по-моему, на год позже, да, я в 95-м, буквально на год позже, и это был, и это, на самом деле, это было не случайно, да, вот я вот вспоминаю, Алексей Евгеньевич начал с того, что начал меня представлять, что когда-то мы работали вместе, и особенностью момента, 1995 год, я молодой специалист, только что выпустившись из УПИ, пришел работать в центральный аппарат Свердловэнерго. Значит, со мной было три моих одногруппника, и нам было, ну, соответственно, 24 года. Следующий по старшинству человек был старше нас на 15 лет. То есть вот вообще вот прослойка, да, то есть следующий по старшинству был вот Алексей Евгеньевич и Комаров Леонид Викторович, четвертый Леонид Геннадьевич, да, значит, все известные люди. А следующие по старшинству, после их троих, это тоже был молодой, да, там следующие были в 10 годах еще старше их, ну, так, примерно, да. И вот вы можете представить, как говорится, куда мы пришли, в какую, такую, как говорится, кадровую ситуацию, в какую демографическую ситуацию, и что мы там пытались сделать. И я немножечко возвращаюсь к теме игры. Безусловно, это ваш выбор, да, вот многие из вас уже говорят, да, мы выбрали энергетику. Почему вы выбрали энергетику? Вот для меня вот простой ответ, почему я выбрал энергетику, не только потому, что, например, у меня отец энергетик, да, многие идут по стопам отца, но вот мне кажется, что энергетика – одна из самых теплых специальностей, теплых человечных специальностей, сфер в нашей жизни, сфер приложения наших сил, и мы можем этим гордиться. Да, и вот это вот такой вот, я бы сказал, базис, да, вот почему мы энергетики, да, и почему нам хочется здесь себя реализовывать. Да, вот у меня не было, на самом деле, вот такого выбора, такого сложного выбора, почему я пошел в энергетику, хотя в 1995, когда я вам скажу, из моей группы, которая называлась инженер-экономист в области топливно-энергетического комплекса, да, 20 человек, все должны были пойти в энергетику, да, три человека пошло в энергетику, а 17 пошло, ну, если вы знаете, если вы помните 95-й год, остальные пошли в банки. Между прочим, платили раз в 10 больше, чем в энергетике в 95-м году. Зарплата была 400 рублей, стипендия была 200 рублей, как сейчас помню, да, и еще задерживали на 3 месяца, помните ли? Взаимозачеты же еще были. Взаимозачеты, да, собираемость была, денежные средства 21% от выручки, а в банках платили в 10 раз больше, да. Амина Рамазановна тоже помнит. В банках платили больше, но мы пошли в энергетику, это был выбор. Сергей Евгеньевич говорит про развитие. Почему важно говорить про развитие? Это на самом деле не выбор кого-то, как развиваться, да, а это выбор только ваш личный, и только те, кто развиваются, они и действительно есть тот ресурс, который позволяет развиваться там энергетике, стране, там, еще чему-то, еще куда-то, да. И когда мы говорим, почему страна не развивается, да, ну, простой и одновременно сложный, но, что самое главное, возвращающий этот вопрос к себе, именно потому, что нет, ну, как бы там, мало, недостаточно тех субъектов развития, которые, вот никто, кроме вас, никакое там общество не является субъектом развития с той точки зрения, что это позволит как-то изменить мир. Когда, например, мне кто-то говорит, а вот, там, далее идет название организации, вот оно чего хочет, да, я говорю, ну, мы, конечно, можем в корне сказать, например, чего хочет там Министерство энергетики, или чего хочет ОАО «Росэнергоатом», да, или чего хочет Госкорпорация «Росатом». Ну, это будет какой-то вот такой размытый след, да, а на самом деле надо говорить, а что хочет сделать тот субъект развития, который мы можем там найти, да, в какой-то организации мы говорим, да, организация есть, но субъекта развития там нет, да, Министерство энергетики есть, оно выполняет функции, а субъекты развития там, например, вот мы знаем, да, есть Алексей Евгеньевич, и вот то, что он делает, мы знаем, да, и мы будем понимать, куда двигается Алексей Евгеньевич, и мы будем понимать, куда двигается Министерство энергетики. И это ваш выбор на том месте, на котором вы находитесь. На самом деле кажется, что это, ну, что это, ну, где я и где вот те процессы, да, которые позволяют влиять на вот такие тектонические масштабы. Но вот я вам скажу, что с 2003 года, да, вот 11 игра, и это уже вот тот временной срез, который позволит мне сказать, что я видел и все мы видели тех, кто был с нами в 2003 году еще студентом, да. И сейчас, по сути, ну, я там не хочу и не буду там циклиться на фамилиях, да, но, по сути, там руководят сетевым, ну, там, развитием сетевого хозяйства города Екатеринбурга в том числе. Да, мы все знаем, и все это, как говорится, там те, ну, по сути дела, воспитанники идей развития, с которыми мы работали. Я бы не хотел много говорить о себе, но вот с точки зрения того, вот почему Русатом, да, мне многие там задают вопрос, почему я пошел работать в Русатом, потому что я вижу, что эта организация, которая ведет человек, который, ну, в общем-то, по сути, в ранге выше, чем министра, да, но который личной энергией, да, Сергей Владимирович Киренко, личная энергия заряжает всю компанию, а это 250 организаций, это 300 тысяч человек, всю компанию на реализацию тех идей развития, которые позволяют говорить о том, что атомная отрасль в стране остается одной из единственных конкурентоспособных на мировом рынке. Да, то есть сейчас мы строим уже больше энергоблоков за рубежом, чем в России, да, и это вот тенденция преломилась. Вообще, как говорится, атомная отрасль восстала из, по сути дела, простоя в 2006 году с приходом Киренко. Мы вышли на темпы строительства 9 энергоблоков в России, и у нас сейчас больше энергоблоков законтрактовано за рубежом, чем в России, и у нас есть планы по глобальной экспансии российских атомных технологий за рубежом. И я вот, в общем-то, на последний такой моральный авторитет должен сослаться с точки зрения правильности и тех подходов, и тех идей, которые вы будете обсуждать, и той методологии, автором которой является Георгий Петрович Щедровицкий, и сейчас, так сказать, основоположником в стране является Петр Георгиевич Щедровицкий, его сын. Ну вот в качестве, так сказать, ремарки, буквально месяц назад я был на дне рождения у Петра Георгиевича, у него был 57-й, по-моему, год рождения, он почему-то решил его отпраздновать, да, и вот Сергей Лунишкиренко нашел в своем безумном графике 15 минут, чтобы заехать и лично поздравить, и лично там поговорить и так далее, потому что очень много то, что сделано, сделано было благодаря вот этой, грубо говоря, методологии, вот этой энергии развития, которая позволяет сконцентрировать нашу энергию в то, что позволяет изменять целые системы, целые отрасли, возрождать их из небытия и делать нашу жизнь лучше. Спасибо. Спасибо, Борь. Спасибо. Здорово. Не уходи. Нет, нет, подожди. Значит, коллеги, вот я слушал Бориса и думаю, вообще просто мне все нравится то, что он говорит, и это вот про себя, это правда. Когда мы говорим правду, это вот какой-то наркотик, правда есть. Смотрите, когда наша команда биатлонистов, сколько там, 4 человека, приходит первой на Олимпийских играх, ну это здорово. Но если команда 300 тысяч, сказал? 300 тысяч. 300 тысяч человек выходит на мировое лидерство, в нашей стране причем, да, вот это с чем соизмерить? Это супер круто, да? Я так понимаю, что у нас есть возможности, есть возможности быть первыми. Это мое впечатление, поэтому спасибо тебе. А я хочу сказать, коллеги, вот этот топ-менеджер Росатома, он сейчас уедет. И вы больше его не увидите. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы к нему, то возможность их задать исчезающие могла прямо сейчас. Ну может там где-то догоните в коридоре еще. Есть? Подождите, подождите, микрофончик. У нас все записывается. Да, здравствуйте. А, и еще предлагаю представляться. Представляться как бы имя или организацию, или что нужно. Можно имя, фамилию, можно еще и организацию. Гошков Сергей, Газпром, Трансгаз, Егоровск. Вот у меня вопрос, вы говорили про энергоблоки, которые строите здесь и за границей. Вы их строите, ну как бы, на каких основаниях? То есть это импортное, все оборудование где-то используется в этом, или все-таки наше отечественное? Смотрите, я, ну вот, наверное, не зря сказал про 250 предприятий, 300 тысяч человек. То есть особенность атомной отрасли в том, что когда мы говорим про атомные энергоблоки, мы безусловно говорим про то, что все оборудование, которое мы используем, это российское оборудование. Более того, это не просто российское оборудование, но и то оборудование, которое спроектировано нашими же в системе Росатома проектными институтами. Более того, вся та цепочка создания стоимости по топливу, то есть для того, чтобы топливо было загружено на С, его надо сделать. То есть заводы по фабрикации топлива, это тоже Росатом. Заводы, которые проектируют заводы, которые, проектные институты, которые проектируют заводы по производству топлива, это тоже Росатом. И вся цепочка вплоть до добычи, то есть у нас есть горнорудный дивизион, так называемый, атомредмедзолота, который сейчас владеет, по сути, 25% мировых запасов атомной руды, включая четверть запасов у нас сейчас находится через такую компанию «Ураниум вам» в Америке. У нас четверть запасов всех канадских, всех американских там сконцентрировано. У нас задача, вот всю цепочку от добычи руды до производства электроэнергии, вся эта цепочка находится внутри всей системы Росатома. И вот когда мы говорим 250 предприятий, это все, включая строительство. И там дальше мы, естественно, говорим про захоронение, про переработку отработанного ядерного топлива. Это все Росатома. Не, понятно, то есть системы автоматники, управление, везде это все у нас отечественное, что там используется. Системы, которые критичны для безопасности, да, то есть, например, там система АСУТП блока, которая взаимодействует с, ну, как бы влияет на безопасность, это тоже наша российская, да, то есть у нас есть вне АЭС, которая занимается вот разработкой АСУТП энергоблока. Спасибо. Спасибо. Все. Молодец, Илья Серпан. Спасибо, Борис. Борис. Где камера? Вот он. Мы продолжаем, у нас мало времени. Мы задержались минут на 10 с небольшим, да. Наверное, мы все-таки используем чуть больше, чем оставшиеся 20 минут. Для чего? Есть задачи. Задача у нас такая. Мы хотели бы пояснить, что такое организационная деятельственная игра, по ее правилам, и при наших совещаниях пришли к тому, что неплохо бы повторить наш прошлогодний опыт, где мы это не рассказали, а показали. Провели некоторую блиц-игру. И мы тогда предлагаем вам сейчас в этом поучаствовать. Соответственно, это настроит, немножко взбодрит, настроит на такой деловой лад и одновременно игровой. И где-то, может быть, мы что-то поймем, что нам придется делать, как нам придется работать, на каких-то, может быть, ошибках, на каких-то, наоборот, удачах и успехах, на образцах. И кроме этого, нам надо будет распределиться по группам. Вот эти две задачи мы должны выполнить. Кроме этого, какой-то комментарий, наверное, ребята скажут по поводу ваших бытовых, может быть, вопросов. Оля здесь скажет, если будут вопросы в конце. Итак, следующий такт. Мы предлагаем достаточно простую затею с тем, чтобы мы провели такую, можно сказать, разминку. Мы разбиваем сейчас на несколько групп, предлагаем разбиться на пять групп. И каждый из групп в течение короткого времени, сколько хотите, 15, максимум 20 минут, а может быть, даже 10. Чуть тянуть. Как? А Блиц создает доклад. Доклад, обоснованный с представлениями своей позиции. Идея простая, в принципе, понятна, да? У нас было несколько разных идей, на мой взгляд, очень интересные все, но тем не менее, вот предлагается нам повторить, почти повторить предыдущую схему. Почему? Я расскажу для тех, кто не был. В прошлом году мы решили провести такую, позабавиться. А куда бы нам перенести столицу, чтобы спрости страну? И вот мы переносили ее в разные конкретные города. И мне, кажется, это было очень интересно, потому что я увидел, как люди сами творят обоснования. Салихард мне очень понравился. Салихард надо переводить, потому что там масса преимуществ. Страна рванет вперед просто, если мы перейдем вместо Москвы, все правительство будет у нас в Салихарде. Я не знаю, как сейчас, но придумали мы с такими ограничениями. Что выиграет моя деревня, если в мою деревню перенесут столицу? Мы предложили это отсечь за ненужностью. Что выиграет страна, если в мою деревню перенесут столицу? Это другое дело. Что выиграет страна? Итак, получается, мы предлагаем разбиться на пять групп. Условно их назовем группы «Центр». Группа «Центр» — это где-нибудь в середине страны. Группа «Север», «Юг», «Восток» и «Запад». Очень просто ухватывается. А что такое? Дальше вы объясните, что такое Запад, например, страны. У меня в прошлый раз был Балтийск, потому что я там родился. А «Центр» — это где-нибудь в центре. Может, Екатеринбург, я не знаю. Может быть, Верхняя Дуброва, где Пауэрса сбили когда-то. Сюда не долетает просто так. О, между прочим, что вы же, наверное, знаете, в прошлом году мы пошутили на эту тему. В этом году президент говорит, не пора ли нам перенести столицу. Наверное, все слышали эту идею, да? Вот как оказывается, мы пошутили, а президент подумал, что всерьез. Так что хорошо мыслить в этом смысле в правильном направлении. Итак, первая раскладка ясна. Мы делимся на группы «Север-Запад-Юг-Восток-Центр». Задачка наша, мы ее предложили в двух разворотах представить, двух как бы постранствах. Название — это либо географическое название под названием. Есть, как говорят, как пел Сергеев про Париж. Есть на Урале чудный уголок. Есть такой город Париж у нас там по Челябинскому, да, городок. Вы можете назвать любое название. Гадюкина, например, обосновать его. Новая Ляля, вы сегодня вспоминали, столица страны. То есть смысл названия, как название будет работать на развитие страны, не хухры-мухры. Ну и, понятно, география. Или какие-то еще обстоятельства, которые вы сочтете нужными, вот здесь выигрышно, сюда надо. Все. Принимается? Понимается. Желательно равными группами, равными по численности, что, собственно, не обязательно. И как-то пространственно прошу распределиться. Может быть, у нас вот здесь будет запад, вот здесь дикий запад. А там, например, восток. Ну, чтобы географичность какая-то была. Тогда, например, север будет вот там у той стены, юг у этой стены, а середина где-нибудь сгруппируется. Стулья передвигаете, сами устраивайтесь поудобнее. И, я бы сказал так, время пошло, без пятнадцати, мы слушаем ваши доклады, без пяти, через десять минут. Начинаем. Запад уже сгруппировался. Центр тоже. А где еще? Ребята. Это восток? Это восток? А где юг-то? А юг где? Каюг. Нету юга. Никто не... Мы люди северные. Ну что, так бывает на играх. Значит, юга не будет. Четыре доклада, быстрее управимся. Теснее, ближе. Ребята, я с вами. У вас какие-то вещи? Мне, по-моему, кажется, что надо сначала найти хорошее место, а потом связать, что это за запад. По-моему. Столица в западной части. Это понятно. То есть европейская часть. Можно даже сказать восточную Москву. Время, время, время. Можно, да. Запад. Если вы считаете, что это запад, то это запад. В Берлине считают, что это восточную. Гранд на хостинге, на Москву. Я думаю, что надо в Москве оставить. Это все-таки исторический центр. В этом наше спасение. Консерватизм. Да, собственно, Москва, Третий Рим. То есть вот эта вот концепция, вот эта вот металлогия. А как насчет юмора в этом названии? В этом варианте нашем. Ну, само собой, само собой. Вы оставляете пустатами? Неприкольно, мне кажется. Вообще, в западный федеральный округ входит... Ну, ой, вы что? Это Карелия, Коми, Архангельская, Кенинская, Кенинская, Бурманская, Ленинградская, Новгородская, Львовская, Калининградская и Санкт-Петербург. Это в западный федеральный округ. Я прослушал. Крым куда не входит? Ну, в южный. Архангельская... Ну, в южный. Архангельская... Архангельская... Спасибо. 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 Опять же, мы скорее говорим про Иванова, который работает в Владивостоке. Ему удобнее долететь до Китая, о чем-то поговорить. Но это удобство Иванова. Страна то что получит? Страна. Люди? Нет, страна именно получит как государство, как бюджет. Может быть новые контракты получат? Может быть увеличится доля поставки нефти в Китай? Может быть газ начнем продавать больше количества? Разрывающие головы? Не факт, не факт. Может быть. В Владивосток застроиться будет... Не больше нефти зависит только от диаметра трубопровода. И договора. И договора. Ну договор. Как говорится, можем и из Москвы. И из Москвы можем договорить. Пока не можем. Получается. Пока есть сложности в церкви. И в газе тоже. Маленький плюсик зафиксировать. Еще. Типа ближе ездить, быстрее договора. Да, в первом. Женщина предлагает насчет подгонечный порт. Высок это порт. Как можно с этой точки зрения развить эту землю. Не замерзает. Ну то есть круглогодично это на счет. Я развиваю только вашу идею. Да. Я думаю. Ну транспорт будет не так же. То есть тут там, знаешь, что... Ну так, мне кажется. Коглевики, ваше время заканчивается. Поторопитесь. Определитесь, кто будет выступать. Пожалуйста. Кто будет выступать, чтобы вы работали на него. Нет, давайте... Просто как-то рыба и депутат. С точки зрения привязка того, где у нас столица, и как идет территориальное развитие страны. Влияет столица территориальное развитие или не влияет? Территориальное развитие, это что-то... Ну вот у нас огромные регионы, да? Да, по столу, конечно, это столица. Столица должна быть красивой. Владивосток застроится. Станет как... Ну уже все 3-й... Третья столица будет не Екатеринбург, а Владивосток. Екатеринбург отодвигается на четвертую позицию, там на пятую. Вот и Владивосток застраивается. Будет у нас уже не два самых крутых города. Питер и Москва. Будет, что будет Владивосток. Казань и Екатеринбург. Ну, это... Все равно у нас... По традиции, вот там же царь, там хорошо живется. Два красивого города, это Питер и Москва. Ну да, ну это как вот территориальный... Вечера. Я вообще за Новосибирск. Честно, это такой... Это такой центр, это такая настоящая... Ну там продовольствующие персоналы. Но вопрос сейчас. Если вы делаете центр страны, посмотрите, где находится Новосибирск. Он прямо отходит сам. Говорят как раз в группе центра, ты и задашь вопрос, если они выберут, а не Новосибирск. Почему они? Почему они Новосибирск, если они выберут, а не Новосибирск? Мне кажется, вот все-таки понимание нашего центра, у нас, понимание, это здесь. Может быть, в Теренбург. Как начнешь лететь во Владивосток, ты рано поймешь, понимаешь, на что он центра, да? А, кстати, да, кстати, да, мы все сказали, и мы с двухками определились о том, даже можно после Путина или до Путина. Ну, после обеда, я сейчас точно, чтобы не тянуть сильно обед, отлично, отлично. И тогда встали детали продолжения. Порту, американский флот. Вопросы могут быть? Пусть его прострелили. Пара небольших маневров в нашей столице захватчиков. Пара левых салфетчиков. Пара левых салфетчиков. Пара левых салфетчиков. Пара левых салфетчиков. Он примерно подогоносит так, как Москва, Запада. Колчак в свое время хотел Ихуд сделать в столице, и это было очень… Центр опять же как. В моем понимании это Восток. Кто от группы выступает? Большой выбор. А что мы выбираем? Мы вообще в них помним. Можем вдвоем. Да, вдвоем ответим. Очень хорошо. А какой город? Потому что есть еще выбор. Я думаю, Владивосток нет. Красноярск. Что там интернет-трансляция? Красноярск может быть неплохим выбором, потому что с одной стороны это все-таки близко. К восточным границам. С другой стороны, действительно, географический центр станет лететь и до Калининграда, и до Владивостока одинаково. Одинаково, да. Ну, то есть с одной стороны и Восток, с другой стороны и Восточными странами тоже близко. Потому что надо же будет работать с регионами, там же проблемы часовых поясов. Так, как понимаешь, что у тебя только полчаса, чтобы дозвониться на чехол, начинаешь ценить часовые пояса, центральное нахождение и так далее. Итак, коллеги, закругляемся. Вы определились с городами, определились с докладчиками, определились с основаниями. Время вышло, даже если вы не определились. Рассаживаемся обратно по местам, начинаем слушать доклады. Геополитическую угрозу. Да, это геополитическую угрозу, но перенос в столицу это никак не мешает. Вообще никак. Рассаживаем, которое больше не станут раз. Население туда миллионами не поедет два. В Центральную Россию уедут сейчас, потому что Косминский уезжает. Ну, переедут, переедут, понимаете. Если они откуда-то уедут, то где-то убудет. Стоимость населения Центральной, они гораздо выше, чем там уже в Калининградском крае. Это не мешает им сейчас жить. Сейчас не мешает. Так, группа Восток. Разворачивайтесь. Я понял, что вы не хотите выступать первыми или нет? Или наоборот, с вас начнем. Первыми готовы выступать? У нас образовалось 4 группы, я понял. Группа Юг не образовалась. Группа Север есть? Есть, да? Давайте с вас начнем. Группа Север. Я прошу выходить, брать микрофон, представляться и коротко, сжато обосновывать свой выбор, свою позицию, свое предложение нам, россиянам. Всех приветствую, мы группа Север. Меня зовут Михаил Владимир, интерау ЕС. Мы не зря выбрали Север, потому что мы думаем, что страна очень много выиграет от того, что столица будет на севере. Во-первых, это выход в мировой океан. Всем известен, наверное, может большинству известен, что есть такой проект, крайний север в России, где добывается сейчас нефть, очень большие залежи нефти. Мы получим выход в мировой океан, это, соответственно, торговля. Мы будем первыми, обязательно. Нас будет сложно завоевать, потому что по истории всегда Россия, по большей части, побежала от того, что у нас постоянно зима, постоянно холодно. То есть это вот вспоминаем Наполеона. Люди пропросту замерзли, они не привыкли воевать. Большинство стран, европейских, они живут, соответственно, в теплых краях. До нас не дойдет Эбола. Трудно будет дойти Эболе у нас. Эбола, она, как все знают, что она в теплых странах развивается. У нас очень холодно будет. У нас, я уже, конечно, сказал, что нефть на шерсе будет добываться. То есть мы будем как бы нефтяная держава. Ну, по-прежнему оставаться первыми нефтяниками. В общем, отдыхать на юг, нам можно будет ехать куда угодно, нам везде будет тепло. Отлично. В этом, конечно, плюс. То есть россияне, они будут добродушными. Им везде будет тепло. Все эти отношения человеческие, они будут настолько теплее и ближе всем. Я не знаю, как это выразить, но было бы больше подготовки, я бы сказал. Кто голодал, то ценит пищу, кто холодал, то ценит тепло. Да. Еще ведется такое понятие, как холодный ум, холодный разум. То есть в любой ситуации, я думаю, нужно не горячиться, а думать холодным умом, холодным разумом. То есть четко, правильно ситуацию свою, все поставить по полочкам. И, соответственно, думать, решать, действовать. У нас длинные ночи будут. Ну, я не знаю, в чем здесь плюс. Да, рождаемость. Я не хотел этого говорить, то ладно. Я думал, меня не поймут, но рождаемость, да. Будет демографическая ситуация в стране, соответственно, поднимется. Соответственно, и последний плюс, я думаю, немаловажный, это будет инвестиции в новые технологии освоения вечной мерзлоты. То есть, соответственно, если нужно будет, допустим, отдыхать, построят какой-то купол, там сделают тепло, там солнышко какое-то придумают, ну, там нанотехнологии, сделают все, все будет. Ну, соответственно, страна очень много выиграет от того, что наша столица будет именно на севере, и мы назвали ее Североград. Думаю, все страны вздрогнут при этом названии. Спасибо большое. Так, коллеги, мы вопросов не задаем, просто мало времени. Я считаю, что мы просто делимся вот такими образцами, но, тем не менее, впечатлениями я бы хотел поделиться. Вот я только сейчас понял, что Россия такая большая страна, что у нас есть даже собственный океан. Не доходило до этого. Спасибо вам за такой выход мировой, но это же наш. Я слышал одного программиста новосибирска, который говорил, что наш мороз, как бы наш суровый климат, он удачное условие для развития программирования. Усичевость развивает, на самом деле, или в Таиланде там программировать, или где-нибудь у нас. Но чтобы рождаемость еще найти перспективу, и плюс в этом, это круто. Молодцы, спасибо большое. Так. Кто следующий? Восток у нас готов, или вы последними? Последними. Хорошо. Юга нету, центр. Добрый день. Меня зовут Мальцев Дмитрий, Белоярская электростанция. Мы, собственно говоря, наша команда выбрала разместить территориально в центре страны практически, в городе, в Верхнем Тагиле. Переименовать его в город Великий Тагил. Каковы плюсы? Это, собственно говоря, центр от потенциальному противнику при войне, с какой бы стороны он к нам не пошел, идти далеко. Столицу напасть очень сложно, я думаю, никто не решится. Центральный часовой пояс дает большие плюсы при работе в управлении страной. Не надо, ну, можно работать и с более ранними, и с более поздними. Нет таких ситуаций, как Владивосток, пытаются дозвониться в Москву. Называется попробуй. Наш регион Уральский – это опорный край державы. Здесь очень сильно развита промышленность. Это регион, который обеспечивает будущее нашей страны, и переместив сюда страницу, мы сможем усилить этот регион, сделать его качественнее, выше технологически и с точки зрения научного потенциала. Тем самым усилить нашу страну. Ну, собственно говоря, при переносе страницы столицы сюда, здесь все мы знаем, что на Урале климат достаточно суровый, не все руководство решит переехать. Не все оборвутся у них некоторые связи, может, ну, коррупционные в том числе. И мы сможем построить новое, честное, экономически эффективное государство. Так как регион центральный, мы можем эффективно распределять ресурсы, смотреть и на запад, и на восток. Мы находимся на стыке двух континентов, двух частей света – Европы и Азии. Мы можем управлять страной и с позиций европейской интересов, и с азиатской позиций. Поэтому предлагаю перенести столицу в город Верхний Тагил. Переменав его в Великий Тагил. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я просто не могу не заметить, что молодцы уральцы, они отстояли, что на Урале должна быть столица между, на самом деле, двух континентов. И потом вчера только Путин, по-моему, говорил, что нас все время сравнивают с Верхней Вольтой. Мы не Верхняя Вольта, мы Верхний Тагил. И это звучит, даже в Великий не надо переименовывать. Ну, супер. Мне все очень нравится. Один наш товарищ сказал, Урал – родина героев. Вот когда вы говорили про суровый климат, на самом деле преимущество здесь просто, чтобы здесь жить, надо быть героем. Соответственно, это мощное преимущество, где рождаются герои. Здесь и должна быть столица. Спасибо большое. Еще раз идем дальше. Запад, да? Или он уже Юго-Запад у нас? Немножко. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Меня зовут Лиза. И я предлагаю перенести столицу на Юго-Запад. Юго-Запад. Почему Юго-Запад, наверное, спросите вы, а я вам отвечу. Там есть такой прекрасный город, который называется Севастополь. И это историческое, и даже… Во-первых, это мощно звучит. Наверное, согласились с этим. А во-вторых, там находится главная военно-морская база России. Вчера, если, может быть, кто-то смотрел или читал уже, что говорил президент наш Путин, Путин сказал, что нужно открываться миру. Таким образом, если мы переносим столицу, получается, как будто бы на границу с уже другим государством, то мы говорим, что мы открываемся вам, и мы можем с вами, хотим даже с вами сотрудничать. Но учтите, что у нас есть очень крутой флот, и если что, мы вас не пустим. Ну, вообще, мы сильные. Во-вторых, если говорить об истории, то все равно весь мир, который сейчас есть, если взять европейский мир, это все равно Римская империя, которая существовала там, ну, конечно, уже очень много лет назад, но все равно какие-то достояния исторические остаются. А Севастополь был захвачен в 63-м году нашей эры уже как раз римлянами, и какой-то период времени был как в их распоряжении. Получается, все равно, наверное, какое-то наследие, как-то люди все равно там такие с римским поддоном. И еще мы, конечно, знаем, что Севастополь, Севастополь, это гражданская, ой, говорю гражданская, это Вторая мировая война, и это годы оккупации с 41-го до 44-го, опять же, как раз-таки, очень символично, что мы выдержали и что мы можем все. И это как раз то, что очень сильно нас объединило, Вторая мировая, и что мы можем все сделать. Спасибо большое. Спасибо. Здорово. Здорово. Мне так кажется, что вот еще это мощная просто вот идея, просто мощная. Например, тут же стоит добавить, что здесь же произошло крещение Руси. Херсонес, это же Севастополь практически. Мне кажется, что мы, ну как бы, на правильном пути, и мы завершаем наш парад предложений. Группа Восток. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Илья. Меня зовут Антон. И мы представляем группу Владивосток. Группу Восток. Еще мы из УРФУ. Мы рассмотрели много вариантов на самом деле, когда обсуждали, куда же мы перенесем столицу. И пришли к тому, что это очень сложно, возможно нереально, но самым эффективным способом и эффективным местом, куда мы можем перенести и направить все ресурсы и усилия, это Восток. Конъюнктура современного рынка сложилась таким образом, что, ну, дорога на запад нам, скорее всего, закрыта сейчас. И чтобы не сопротивляться тем усилиям, которые направлены против нас, можно просто пойти по другому пути и пойти в том направлении, где нам рады, нам открыты. Именно этим обосновано то, что к чему мы идем, почему это Восток. Город, который мы выбрали, это Красноярск. И то, почему мы хотим выбрать Красноярск, расскажет Антон. Итак, Красноярск. Примерно находится, значит, здесь у нас Монголия, здесь у нас где-то Китай. Красноярск находится примерно вот здесь. Тут еще у нас Сенесей есть. Это, значит, что касается логистики, потому что транспортные компании и для прочих других компаний, связанных с дорогами, это будет наиболее полезным месторасположением, потому что здесь же у нас находится трасса Москва-Владивосток. И можно очень удобно переезжать из… производить транспортировки из одной части страны в другую. Речный транспорт, Речный транспорт, ЖД транспорт. Далее мы подумали, что так как Москва сейчас является прямо гиперцентром и, собственно, во многом благодаря… и за… не благодаря политике. Они ездят на своих кортежах, заграняют все дороги, проехать невозможно, Москва стоит, люди никуда не едут, все стоят и ждут, когда пройдет кортеж с политиками. Если мы переносим всех этих политиков в Красноярск, то мы разгружаем дороги в Москве, количество туристов увеличивается, проехать будет проще. И, собственно, мы убиваем двух зайцев, мы разгружаем дороги в Москве, увеличится количество туристов в Москве, и политикам проще ездить. В Красноярске они никого не потревожат, в Красноярске пока что никто не ездит. Да, им действительно будет проще выполнять свою работу, не задерживать всех, а действительно работать. И в то же время все потихоньку начнут узнавать, что такое Красноярский. Будут ездить на восток, в Россию, а не только в Питер и в Москву. Произойдет кадровая сортировка. Ну это такой очень полезный пункт, как мы считаем, потому что все толстосумы из Госдумы, они останутся в Москве сидеть. Они не захотят ехать в Красноярск, поедут только те, кого действительно волнует Россия, кто переживает и хочет решать какие-то проблемы. Все остальные, которые просто наживаются, они останутся в Москве и уже вряд ли будут наживаться. Да, действительно произойдет такой некий естественный отбор и все-таки возможно предполагается нами качественный скачок в кадрах. Да. Далее Красноярск. Плюсы. Это непаханное поле для проектов. То есть все идеи молодых людей и немолодых, вся проектная деятельность. Здесь есть место для реализации и получается новые проекты это всегда плюс к развитию. Это новые финансирования, новые возможности. Это тоже большой плюс. Большой плюс Красноярска в том, что это по сути центр всей страны. Это центр часового пояса, так скажем. Потому что если мы в Москве находимся, то в Владивостоке у нас еще вчера. Если мы находимся в Красноярске, то мы туда и туда. В принципе, если в Красноярске вечер, то значит в Москве уже утро, можно уже всех будить. А в Владивостоке еще никто не лег спать. То есть можно еще тоже решать все проблемы и никого не беспокоить. Поправку сделаю. В Владивостоке уже поработали, легли спать, а в Москве проснулись и посмотрели на результаты. Да. Так. А еще в Красноярске план застройки города, который рассчитан на 2020 год. И когда политики к нам туда приедут, то Красноярске тоже будет не такой уж и маленький город. И жить там очень даже неплохо. И, собственно, благодаря политикам, я думаю, темпы застройки города увеличатся. Потому что, как известно, у нас хорошо жить там, где живет царь, потому что все под него подстраиваются. Да, изменится некоторый инвест климат этого региона. То есть Москва это очень развитый город мирового уровня. Про Красноярск никто не знает. Ну зачем еще строить еще одно транспортное кольцо? Зачем? По-моему, это глупо. Давайте развивать другие города. Есть большое количество людей в России, которые живут не в Москве, не в МКАДе. И их большинство. Но на них деньги не тратятся. Давайте развивать всех. Вот такой посыл. Ну и на этом мы, наверное, закончим свое выступление. Спасибо. Голосуйте за Красноярск. Спасибо вам. А скажите, пожалуйста, все-таки вопрос. А у вас были борения по поводу вариантов, где разместить, да? То есть перетягивание каната вы перетянули, да? Какие еще варианты были? У нас был сначала вариант Владивосток, мы уже его разработали, а потом поняли, что... Ага. Красноярск все-таки получил. Отлично. Я понял, что у вас работа была очень непростая, вы там до последнего там все было сложно. И сначала я подумал, где разновидности мало, вот назвали бы находкой, тут круто было бы и прикольно. Но потом я снял свои замечания. Во-первых, вы нам показали, что мысли можно изображать, вы нам географию нарисовали. Это здорово, это спасибо, на самом деле. Надо это делать. То, что вы сделали, это правильно. И вышли вдвоем. Ярск. Сортировка, они сказали. Сортировка. Сортировка – хорошее слово. Да, да. За это отдельное спасибо. Итак, коллеги, вот есть предложение сейчас прерваться на обед на 45 минут, а после этого мы соберемся ровно в 13.00 и продолжим здесь, потому что нам надо еще разбивку на группы сделать. И еще одно предложение. Мы сделаем сейчас все-таки одно экспертное выступление. прослушаем до того, как начнется работа. Соответственно, регламент немножко поменяем. У нас будет встреча с экспертом. Итак, в 13.00 встречаемся здесь. Кушаем, возвращаемся.